А в Нижневартовске реализуют уникальный проект, который помогает особенным детям и их родителям. Благодаря организации межсетевого взаимодействия по принципу одного окна, юные вартовчане с ОВЗ проходят комплексную реабилитацию. От физиотерапии до занятий с психологами и педагогами дополнительного образования. Подробности расскажет Регина Гауфе. Что мы там положим? Салат. Салат? Салат! Правильно! Сейчас в этом кабинете, уставленном посудой, причем как игрушечной, так и настоящей, проходит занятие по социально-бытовой ориентации. Как правильно обращаться с едой и столовыми приборами, и зачем нужны разные тарелки, в игровой форме особенным детям рассказывают педагоги. Бытовым навыком юных вартовчан здесь учат наряду с занятиями у логопедов и психологов. Все в одном месте. Нужно сложить из буквы нам слово «карабрь». До обеда дети учатся в школах, после на автобусах их отвозят в реабилитационный центр. Оттуда уже вечером и забирают родители. Это максимально удобная схема и, что самое важное, в одном месте школьники получают все необходимые услуги. Здесь они получают сбалансированное питание, здесь они получают, с ними работают все узкие специалисты. Это учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. Здесь они имеют возможность получать физиотерапию, заниматься в бассейне, получать кислородный коктейль. То есть непосредственно они получают действительно такой очень такой ценностный реабилитационно-образовательный проект. Получился, который очень ценен для родителей. Едем, коктейль, вот так вот в сторону, опускаем под воду и начинаем выполнять упражнения, как я делаю, в сторону. Занятия длятся 30 минут в направлении от реабилитационных до общеразвивающих, например, по лего-конструированию. Это стало возможным, когда к проекту подключился Центр детского и юношеского творчества «Патриот». Его педагоги прошли специальную подготовку и разработали адаптированные образовательные программы. Нынче мы реализуем две программы. Одна называется «Лего-конструирование». Вторую программу мы реализуем уже второй год. Это совершенно уникальная программа, психолого-педагогическая программа, называется она «Человек среди людей». Помогает им осознать собственные эмоции, уметь ими управлять, ну и устанавливать дружеские связи между собой, учат общаться. Программа стартует в сентябре вместе с началом учебного года. Заканчивается также в мае. Ежедневно занятия посещают от 30 до 40 детей. Так, школа номер один сотрудничает с реабилитационным центром уже 8 лет. Учреждение стало пионером в реализации федерального образовательного стандарта для детей с ОВЗ. Тогда специалисты центра проводили обучение и мастер-классы по работе с особенными детьми для педагогов. Теперь сотрудничество стало более тесным. С этого года у нас уже принимают участие в данном проекте три ресурсных школы, на базе которых открыты коррекционные классы для детей с легкой умственной отставостью. Это дети начальной школы. Именно дети младшего школьного возраста, они больше нуждаются в сопровождении, в опеке. И родители иногда вынуждены уходить с работы для того, чтобы следить за ребенком. Вот такой проект позволит им продолжить свою работу и не метаться между реабилитацией, школой, работой. Этот проект оценили не только родители особенных детей и местные специалисты. Инициатива директора реабилитационного центра Ольги Ивановой по организации сетевого взаимодействия по системе «Одного окна» попала в топ-200 лучших инициатив. Их этим летом презентовали на форуме «Сильные идеи для нового времени». Проект «Вартовчанки» получил высокую оценку федеральных экспертов. Они отметили его глубокую проработанность, значимость и актуальность, что дает возможность тиражировать инициативу в других регионах страны. Я была поражена и вообще тому, какую важную тему они затронули. И главное, что научились реализовывать успешно. Такая добрая и полезная инициатива, более того, она выглядит очень логичным, странно, что у нас не реализовано это раньше. В первую очередь я увидела интерес других территорий, например, Кемеровской области к нашему проекту и уже появилось предложение создать такой же проект на территории Кемеровской области. Появились новые идеи, новые проекты, желание участвовать и дальше в таких же проектах для того, чтобы самая главная цель – это минимальными силами, затратами получить хороший эффективный результат. Проект продолжает развиваться. Так, помимо программы для младших школьников, здесь, по тому же принципу «Одного окна» проходит реабилитацию и особенные малыши. Отдельная комплексная программа предусмотрена и для маломобильной категории детей. Регина Гауф и Сергей Зайкин специально для программы «Больше чем новости». Нижневартовск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова